Спрятался в кусте кизила. Видимо, он не хочет говорить о беззимой реке. Я как понял, это не очень ваша любимая слива, а моя очень. Потому что моих родителей в послевоенное время, когда не было ни сахара, ни никаких конфет, спасала эта слива. Рассказывал уже. Варили из нее повидло без сахара абсолютно и всю зиму питались этим очень полезным продуктом. И сейчас ценители есть этой сливы. Итак, Александр, вот он, красавец. Теперь уже в окружении кизила. Пару слов скажите о конвейере моем. Видите, это так любимый им Семен, но на самом деле это грушевидный. Это видно, что это грушевидный. Зреть ему и зреть. И видели мы состояние тех кизилов, которые один уже готов, другой на подходе. Вам слово, Александр. Ну, начну все-таки со сливы ринклод. Ой, не ринклод, а изюм и рик. Дело в том, что у меня есть изюм и рик, но видимо какая-то другая разновидность. У меня 6-ти метровое дерево. Значит, сливки мои в два раза мельче и урожай тоже пока не очень радует. Вкус, на мой взгляд, весьма посредственный. Сладости там мало. С ринклодом, конечно, не сравнится. У меня есть ринклод альтана, но на любителя. У меня есть и ринклод альтана, и зеленый ринклод. Ну, если будет время, снимем. Я вот что хочу сказать. По поводу конвейера еще можно? Сейчас о сливе, а потом о конвейере. Значит, существует 30 или 36 разновидностей изюм и река по местоположению. Вот сколько долин рек, вот столько там и не скрыться вам. Вот столько там изюмириков. Этот изюмирик, так называемый советский, выведен в Никитском ботаническом саду. Отличительная его способность. Высокие. Ну, как кино, так начинает вертолета летать. Ну, это карма такая. Чем он отличается? Ежегодными урожаями и повышенными вкусовыми качествами. Я из него делаю чернослив. Итак, вам слово. Смотрим. По поводу конвейера. Ну, в предыдущем видео мы показали кизил, который уже достиг технической спелости. То есть, его уже можно собирать и он дозаривается до потребительской. Этот же кизил созреет в конце октября. Это сорт семён. И тут еще какой один момент. Дело в том, что один и тот же сорт, если его выращивать на солнцепёке и в тени, он будет дозревать с разницей где-то в месяц. На солнцепёке у меня семён дозревает на месяц раньше, чем тот кизил, тот же семён, но выращенный, расположенный в тени. Но в тени у вас, кроме кизила, другая культура расти не будет. Поэтому даже на одном сорте кизила можно сделать конвейер, разместив его на солнцепёке и в тени. Я с вами полностью согласен. Как можно плотнее делайте у себя на участках не сады, а леса. Плотные, густые. Никаких там не должно быть схем посадки. Вот как вам глянется это всё, так и садите и будет вам счастье, да, Александр? Ну, пусть будет так. Вы оппортунист, вы со мной соглашаетесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.